Смотрите внимательно, друзья. Вы должны сейчас понимать и уловить суть этого процесса. Этот процесс может быть просто естественным, когда вы просто выпили жидкость и слили кусок этого теста. А может быть сверхъестественным. Понимаете? Дело не в буквальном принятии жидкости и вот этого куточка еды. Не в этом все дело. Но это играет роль. Но как? И мы видим, друзья, что согласно 1 Коринфянам 11 главе 23, Павел обличил коринфянскую церковь в том, что они принимают хлеб и вино, делают причастие неправильно. Неправильно. Слово неправильно, знаете, это как звучит? Это звучит так же само, друзья, как иногда люди приходят к врачу. И врач спрашивает. Они говорят, вы выписали мне лекарство и оно мне не помогло. А врач спрашивает, а как вы его принимали? Говорит, ну что, я пришел, выпил его и все, и пошел. Он говорит, топлив. Разве не написано в инструкции, вы должны мерной ложечкой принимать для взрослых такое-то количество грамм, 3 раза в день. Не сразу, а по чуть-чуть, в течение этих дней. Потом прекращаете, потом водонавляете. Почему так, говорит? Потому что есть принцип действия лекарства. И это говорит врач, я вам дал эффективное лекарство, чтобы оно вам помогло стать здоровым. Но из-за того, что вы неправильно отнеслись к рецепту, использованию, инструкции к применению, оно не помогло вам. То есть оно не повлияло на вас, потому что вы неправильно. Друзья, когда Иисус давал нам в эту ночь, перед Пасхальной ночью, когда Он собрал учеников, Тайная вечеря называется. И он их собрал по обыкновению, как делают иудеи перед Пасхой, под Халюш. Но, но что-то было там иное, что-то было отличение от всего того, что они привыкли. Он взял хлеб. Ну, понятно, что мы сейчас имеем кусочки от одного. Он взял вот такой большой лаваш какой-то, пресного хлеба, и делил его. Когда Он делил, смотрите, это видят все люди, правильно? Он говорит, видите, как я делю это? Вот так ровно будет делиться мое тело за вас. Знаете, как мы говорим, это похоже на донор. Донор. Мое тело делится для вас. Не просто делиться на мозаику, а потом собирай эту мозаику. Нет. Это донор. Обмен. Это тело, прообраз, как будет делиться мое тело на казни для вас. Мое тело для вас. Понимаете? Чтобы вы, принимая прообраз моего поделенного тела, себя, вы буквально принимали мое тело в себя. Мое тело в себя. И я есть хлеб. Я есть жизнь. Я определенный дать жить всему творению. И вкушая меня, вы вкушаете жизнь. И Паил дополнил. Делайте это в напоминание. Иисус сказал, делайте это в память. Об этом. Вопрос, что происходит. Потом дальше. Сейчас мы в итоге. Он взял, когда они поели, он взял кубок. Налил, ну, ту жидкость, которая максимально была похожа на вино. Приближал образ крови. Крови. Цвет крови. И для чего было это? Почему не взять в воду просто? Почему именно формируется образ того, что ты делаешь? И к чему это привязывающе? Я вам говорил только что раньше, что слово есть Бог. И слово пришло к нам. И слово послано к нам, чтобы произвело у нас результат. Слово не только Бог, но еще пришло к нам, чтобы произвело результат. И оно производит у кого? У тех, кто принял. И использует это слово. Использует информацию. И эта информация, она имеет сверхъестественное продолжение действия. Кто познает истину, узнает информацию, как есть, то это освободит его. Иисус показал, что крест, это освобождение всех людей или доступ к ресурсам жизни. Он есть ресурс жизни. Иисус Христос есть наша жизнь и наш ресурс. Мы его не видим буквально, но мы соприкасаемся к нему информационно, через слово, которое возбуждает нас к ожиданиям, и его дух невидимый, но связь с духом действует через веру, через мышление, которое формировано относительно информации, слова. Аминь. Через веру. И вот что происходит, друзья. Иисус, Он засвидетельствовал, что произойдет на кресте. Что произойдет? И мое тело будет поделено на миллиарно-триллионные кусочков, ну, неважно, во всех поколениях, кто бы ни был, вкушая прообраз напоминания того, что крест, они как будто вкушают буквально мое тело. То это внутри и вино, прообраз нового соглашения, это кровь, прообраз крови, как новое соглашение, это как роспись в том, что всякий, кто примет, поверит, он получит доступ. Доступ. Он будет оправдан, очищен оправдание и милость. Всякие. И делаем это в напоминание. Что такое напоминание? Это возбуждение памяти. Это возбуждение мыслей, которая соприкасает нас к реальности существующего факта. И как только наши мысли выравниваются синхронно к существующему факту, то что происходит? Буквально физическое исцеление. Буквально. Поэтому я сказал, Павел, потому-то вы и умираете, и болеете, потому что вы недостойно принимаете неправильно, не различая, не размышляя, недооценивая, не проникает в суть. Вы делаете это машинально, как обряд. А в этом случае нужно глубоко размышлять. И поэтому Павел сказал, делайте это в память, в воспоминание, и делайте это всякий раз, когда вы едите этот хлеб. Всякий раз. Сколько это раз? Да, в нем нету вообще ограничений. Ты можешь хоть 10 раз в день это делать, хоть 20 раз в день. Но делай это, соединяйся с мыслями, что ты делаешь. И поэтому, когда мы принимаем дело не в молитве перед этим. Все, что мы белым, освящено Богом. Уже наши жизни освящены. Нам не надо освящать то, что уже освящено. Когда мы написано пищу, мы освящаем молитвы. Но я вам скажу благодарность Богу. Это состояние нашего чувства, нашего тела. Дело не только о том, что мы говорим и кристаллы воды там кристаллизуются, правильно. Дело состояние нашего тела. И поэтому, когда мы берем, мы, правильно будет, правильно, мы благодарим Иисуса. Говорим, Господь, это твое тело, как Донор, ты передал нам ту часть тела, которая нам необходима. И я принимаю эту часть тела, то, что мне необходимо для моего тела. У позорного столба я принимаю, что ты сделал для меня. У позорного столба. То есть, ты был бит во мне за меня. А значит, очищен. А значит, я принят тобой. И не только оправдан, а именно избавлен от болезни. Нужно понять, что на столбе это произошло. Он забрал там болезни. А на кресте Он забрал наши грехи. И если мы это сегодня поймем, мы на столбе, на котором Иисус это все оставил, мы сегодня это оставим. Навсегда. Особенно тех, кто нуждается в исцелении. Надо же это понять и принять. Приломите этот хлеб и присоединитесь с Иисусом. И никогда не будет вас одолевать болезни. Никогда. Как только дьявол заявит, а вы говорите, нет, я преломил хлеб с Иисусом. И я запрещаю тебе прикасаться ко мне. Это моя сила и власть во Христе Иисусе. Это дает возможность изменить, стать новым творением навсегда. Навсегда. И продвигаться вперед. Это важно сейчас. Это нужно для вас. И донесите это каждому. И примите, положите это в сердце своем. в сердце своем. Вино нового соглашения это подпись Иисуса. Он подписал акт с Отцом. Кто всякий, кто будет примет его, он войдет в соглашение между сыном и отцом. Не между нами Богом, а между сыном и отцом. И если бы мы могли заключить завет Бога, мы могли бы его разрушить. И тогда этот завет не был бы совершенным. И дьявол бы делал все возможные вещи, чтобы ты разрушил этот завет. Но поскольку этот завет заключил сын с отцом, то ты этот завет не можешь разрушить. И дьявол не может ничего делать. Нет никакого оружия, которое разрушит этот завет. Единственное, что дьявол может делать, обмануть. И он может увлечь твои мысли в чувство смерти, греха, болезни. И заставить твои мысли работать по другому сценарию. Вот для этого Иисус и дал нам это как напоминание, чтобы наши мысли работали в правильном сценарии. Аминь. Когда мы принимаем Христа, мы вошли в этот завет как наследники. И поэтому, когда мы принимаем этот прообраз крови, мы как соглашение. И нам доступны все ресурсы неба. Без причин. А в этот момент форма ожидания твоя больше даже, женщины, которая получила исцеление. Она ли сама в себе решила? Сейчас прими решение, когда ты будешь кушать этот хлеб, эта часть твоего тела, которой тебе надо, когда ты будешь пить эту кровь, пробрать крови, ты согласны, ты убеждаешь этот завет, в котором ты находишься с отцом, который добыл для тебя сын. Ты воскрешаешь свой дух. В этот момент ты воскрешаешь свой дух. И ты должен понимать, что это воскрешение, оно навсегда. И не может быть назад пути. Если вы воскрешили один раз, значит, вы ожили вместе с ним. Вы ожили навсегда вместе с ним. И кто бы вам не говорил, что вы грешники, вы должны понимать, что это неправда. Это обман. Потому что Иисус забросил за хребет все ваши, ну, все, что вы насобирали за много лет. Он вас простил единожды. И поэтому никогда не думайте, что вы оправданы. значит, вы с этого дня навсегда кто? Дети, сыновья. Мы кто? Мы праведники. И это важно. Вы должны сейчас вынести отсюда, что мы оправданы. А значит, мы со Христом. И будьте с ним всегда. Даже если вы оступились, он уже все равно вас оправдал. И поэтому, чтобы вам не говорили, что посмотри, какая у тебя семья. А не исцелен. Нет, я оправдан. Я исцелен. И что бы вам никогда не говорили, если дьявол придет и скажет, а ты помнишь это? Ты говоришь, нет, я не помню, потому что я новое творение. Мой дух воскрес. И он живой во мне. И он будет жить всегда и вечно. И это вечно сейчас распространяется всегда. Навсегда вместе с вами. навсегда. Запомните слово навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Принимаем. Когда вы принимаете, мы уже все сказали, вы уже все сделали, делайте, принимайте. кто сейчас что-то чувствует другое? Кто сейчас чувствует, что Бог сейчас для вас другой? Я впервые слышу, что Иисус донор. Я впервые слышу за 40 лет. Донор. Знаешь, что такое донор. Мы сдавали кровь, но я знала, что такое. Донор, мол, ты что дашь свои Он изменил, ваша динька. Иисус нам всю. Иисус излил всю кровь на нас. Он подділился с нами. Дивиться, что получается. Мама? Нужно. Почему я спросила? Если донор дает кровь, и кому-то при операции и после операции вливают кровь, да? И человек не принимает кровь, Христа. Кровь Христа несет, кровь несет, несет, святый, праведность, мир, радость. И приходит к нам. Переходы к нам. Действительно, получается, Иисус донор. Он приносит в нашу жизнь новая. Жизнь. Деклане. Да, все правильно. Он передает нам своей кровью гармонию. Аминь. Слава Богу, друзья.